Новый сезон еще не открыт, а в театре уже вовсю кипит работа. 16 сентября во Владимире стартует фестиваль фестивалей «У золотых ворот». Спектакли столько, что проходить они будут сразу на нескольких площадках. Владимирских театралов ждут в Удри, в городском доме культуры и, конечно же, в драмтеатре. Вопросы, что посмотреть, у зрителей точно не возникнет скорее, как все успеть. В программе 18 спектаклей. «Ромео Джульетта», «Беспреданница», «Гроза», «Участь электро». Владимирский театр покажет антигону. А изюминкой фестиваля станет выступление японского театра. 18 сентября гости из дальнего зарубежья покажут чеховскую «Чайку». Очень интересная работа. Я видел видеозапись спектакля. Очень интересно актеры это делают. Очень умно поставлен спектакль талантливым японским режиссером. Спектакль идет на японском языке, что тоже достаточно интересно, как японцы считают Чехова. Но с субтитрами. И мы все будем понимать, перевод глядя на субтитры. Впрочем, и о своих спектаклях в театре не забывают. Уже начались репетиции первой премьеры этого сезона. В октябре Владимирцы увидят «Гамлета». Ставят постановку московский режиссер Петр Орлов. Как он видит пьесу Шекспира, пока остаются в тайне. Но уже известно. Удивлять будут масштабными декорациями, музыкой и пластикой. Главного героя «Гамлета» сыграет владимирский артист Антон Карташов. «Гамлета» считает, что каждый режиссер мечтает поставить гамлета, каждый актер мечтает сыграть его. Я не скажу, что у меня была гипермечта какая-то, но естественно желание. Когда узнал, что будет репетировать, обрадовался, чтобы посчастливился. Но пока это только предоставлен случай, пока это не отрептировано, не сыграно и не прожито. Я понимаю, что такое количество интерпретаций существует, что к этому надо прийти. Понимаете, это надо ставить о том, о чем ты хочешь. Это как бы должно наболеть в тебе. Но вот «Гамлет» у меня не наболел на сегодняшний момент, поэтому я разбираюсь здесь с этой пьесой. В этом спектакле владимирцы увидят новые лица. В труппе пополнение. К актерскому ансамблю присоединились пять молодых дарований. Выпускники Владимирского областного колледжа культуры и искусства. А еще на сцену вернулся актер Владимир Лаптев. В драмтеатре он играл в 90-х, потом переехал жить в Москву, а затем и в Эстонию. В репертуаре актера сотни ролей в театре, кино и сериалах. Говорит, вернулся Владимир за новыми впечатлениями и несыгранными ролями. Я бы хотел найти свою актерскую нишу. Я думаю, что она есть. Потому что я остро характерный артист. Я играл Бабу-югу, Ленина, Сальери, Казанову, Вертинского. Чего я только не играл в своей жизни. У меня где-то около 300 ролей в театре, кино актерских. Мне хотелось бы себя еще помять в этом смысле. Сделать из себя, ну как бы, такого совершенно активного актера. Какие роли Владимир Лаптев будет играть в «Владимире» пока неизвестно. Но, как говорит сам актер, поле для работы есть. Да еще и премьеры ожидаются более чем достойные. После «Гамлета» труппы приступают к репетициям спектакля «Леди Гамильтон». На суд зрителей его представят в декабре. В марте в честь 70-летия победы поставят «Молодую гвардию». А в апреле Владимирских театралов ждет спектакль по пьесе Евгения Гришковца. Продолжение следует...